Сегодня мы пройдемся по настройкам камеры и управлении камерой в окне анимации. Окно анимации это место, где вы начинаете подготовку к сцене и нужно убедиться, что камера работает правильно и делает нужные снимки. В панели управления камерой вы увидите здесь сверху показания. В нашем случае сейчас стоит выдержка 1,13 секунды. Диафрагма здесь не отображается, потому что я снимаю на ручной объектив Canon. Если бы у меня была линза цифровая, например, то можно было бы настраивать ее вот этими ползунками, или крутить их влево-вправо и настроить диафрагму. Ниже у нас указано ISO или ISO. ISO можно заблокировать. Иногда, когда люди вообще не хотят, чтобы какие-то настройки сбивались, поэтому можно заблокировать и нажать на вот этот маленький замочек, и все будет заблокировано, все настройки. Если вы сделаете тестовый снимок, то он пойдет в нижний ряд сюда, и вы заметите, что вот здесь, вверху справа, показано 0 EV. По сути, каждый раз, когда вы делаете тестовый снимок, оно обнуляет эту настройку. EV – это такой показатель выдержки. То есть, если вы подвинете слайдер, то сейчас оно говорит, например, что вы ушли на одно деление по сравнению с предыдущим снимком. И если вы сделаете опять снимок, то оно все обнулит назад. Это хорошая опция, если вы что-то накрутили и забыли значение, и хотели сделать снимок. Окей, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Так, дальше у нас есть список опций, которые доступны для камеры. Все зависит, на какую камеру снимаете. Самое главное – это настроить качество или формат снимка. То ли это RAW, то ли это JPEG или другой формат. Дальше у нас тестовый снимок. Я уже объяснял, что это такое. Это снимок, который не попадает в нашу секвенцию. Дальше вот эта колонка с кнопочками. Она отвечает за экспозицию. То есть, как это работает. Для каждого кадра у вас может быть несколько снимков. Это может быть использовано, например, если вы снимаете в 3D, и у вас есть левый и правый глаз. И вы хотите снять один кадр правым глазом и один левым. Но люди иногда умудряются использовать это и в других случаях. Например, если нужно высветить передний или задний план для создания матового эффекта. Или когда снимают с зеленым экраном в нескольких экспозициях. И так далее. Иногда можно даже играться со светом. Например, нужно залить светом экспозицию. И потом просто на посте подправить. Поэтому можно настраивать свет более гибко. Давайте я объясню, что здесь находится. Первое. Вы увидите этот кружочек с такой точкой в центре. Эта точка, собственно, говорит о том, снимаю ли я в этой экспозиции или нет. Вы можете вообще не выключать экспозицию 1. Она на самом деле всегда включена. Но мы создадим новую экспозицию 2. Кстати, можно их подписывать. Если мы сделаем экспозицию 2, и, например, вам не нужна эта экспозиция, мы будем снимать на первой. А если появится какой-то скачок по свету, или нужен будет более матовый кадр, то мы включим вторую экспозицию. Это не просто новый список кадров. То есть, если я включу ее на 20 кадре, то нумерация продолжится с 20 кадра. Вот эта кнопка с буквой L отвечает за съемку стерео, и можно менять левый или правый глаз. Она работает сообща с настройками 3D слайдера в Motion Control. По сути, вы назначаете позиции стерео слайдера для экспозиции. Интересная штука. В некоторых проектах, на которых я работал, мы снимали левый и правый глаз на главной экспозиции, и потом оно автоматически снимает левый и правый глаз на другой экспозиции. И вот это все автоматизировано. Так что вы просто нажимаете на кнопку, и DragonFriend делает все сам. Каждая из этих экспозиций может иметь свои настройки. Например, здесь мне нужно, чтобы этот кадр был светлее этого. Сделаем тестовый снимок. Видите, он светлее. Теперь, если я сниму этот, он темнее. Так что любые из этих настройок могут быть изменены для экспозиции. Это может быть как полезно, так и проблемно тоже. Например, если вам нужно снимать 3D с одинаковыми настройками как для левого, так и для правого глаза, то есть такая функция «Объединить». Вот эта кнопочка. Таким образом, обе экспозиции будут идентичны. За исключением, кстати, возможности переключать левый и правый. Окей, я пока это отключу. Вот эта кнопочка со стрелкой – это непрерывная съемка. Например, вам нужно снимать на двух экспозициях одновременно автоматически. Или же, если вы снимаете на одной экспозиции и нужно переключиться на две экспозиции, то нажмите на эту кнопку, чтобы сохранить вторую экспозицию. Давайте покажу, как это работает. Если я включу обе голубые стрелки и сделаю снимок, то у нас будет экспозиция 1 и экспозиция 2 одна за одной. Если я выключу эту стрелку, теперь, когда я снимаю, она снимает только первую экспозицию. Оно ждет, пока я сниму вторую экспозицию. И пока мы тут, пока мы разговариваем за экспозицией, здесь, вверху слева, вы видите точки. Это показывает, на какой экспозиции вы находитесь. И вот сейчас мы находимся на экспозиции 2. И если я сниму, то мы опять вернемся на первую, переключимся. Также можно видеть эти показания и в листе экспозиции. Вот эти иксы показывают, на какой вы экспозиции. Следующая иконка это V. V, то есть видео. Как правило, используется для нужд анимации, для того, чтобы сравнивать Live View с предыдущим видеокадром. И важно делать именно так, а не иначе. То есть не сравнивать Live View с уже отснятыми кадрами в полном разрешении. Потому что они не сойдутся точно. Поэтому всегда нужно сравнивать один к одному. По сути, эта кнопка V спрашивает, как бы, ты хочешь, чтобы я снял Live Video? То есть это кнопка, которая включает так называемый вспомогательный кадр. Это видеокадры в низком разрешении. И нажимая на эту кнопку, вы выбираете, будет ли сниматься вспомогательный кадр для каждой экспозиции или нет. И, как я уже говорил раньше, здесь кнопка объединить, а здесь цвет. Можно назначить цвет, например, оранжевым или вот что-то вроде такого. Теперь вы видите в верхнем углу, что экспозиция 1, которую мы сейчас будем снимать, она красного цвета. Поменяла цвет, вернее. Если я вернусь в окно анимации и сделаю снимок, то, видите, она меняется с красного на оливковый. Это просто такой способ иметь визуальный ориентир, чтобы показывать, на какой экспозиции вы находитесь. Последний замок, это просто блокировка. Она блокирует все, чтобы вы не могли сбить настройки чисто случайно. Это удобно, если вы делаете все, если уже все настроено. И, возможно, вы передаете кому-то станцию другому, переживаете, чтобы не сбились настройки. Или, может, просто не хотите резких скачков в настройках. Еще одна опция, которая может быть задана только в экспозициях, это разное запрограммированное освещение с помощью DMX. Если зайдем в DMX, я включу диммер. Так, у меня подключен свет. Так, что у нас есть вот этот свет сбоку. Если вы сейчас посмотрите, то у нас программа Global с экспозицией 1 и с экспозицией 2. Сейчас я выключу этот свет и возьму экспозицию 2 и отделю ее. Видите, теперь она сама по себе отдельно. Теперь экспозиция 2 как отдельная программа. Я зайду сюда и включу свет для экспозиции. А сейчас, если мы будем снимать на экспозиции 1, свет будет выключен и на экспозиции 2 включен. Давайте зайдем сюда, просто чтобы проверить. Можно просто кликнуть на экспозицию и проверить. Видите, я нажал на экспозицию 2 и свет включился. Теперь вернемся в окно анимации. И видите, свет выключился. Потому что оно знает, что мы не на экспозиции 2. Я сделаю сейчас кадр. Опа, предупреждает меня. Это предупреждение PDMX. Свет появился на экспозиции 2. Меня сейчас настроен так, что мне нужно нажать на кнопку, чтобы снять обе экспозиции. Но я включу вот эту синюю стрелку назад. Я нажимаю один раз на кнопку. И сейчас оно должно снять первую экспозицию. Выключить свет. И снять следующий кадр. Выключить свет. И вернуться назад. Пока. На этом все. Урок по настройкам камеры. Надеюсь, что вам было полезно. Пока.